Всем привет, уважаемые мои зрители! Сегодня я вам расскажу об одном интересном девайсе, который решил себе внедрить в систему. Но сначала я расскажу о другом девайсе, который был предварительно внедрён в мою систему весь прошлый год. Вот это вот называется подогрев солярки в фильтре. Что он делает? Здесь всё элементарно. Эта пробка вкручивается в наш топливный фильтр. Это свеча накала, которая тоже из нашего двигателя, но можно поставить абсолютно любую. Как это работает? Подаётся питание любым видом, способом, каким только вы хотите и пожелаете. И свеча начинает греть и подогревать солярку в фильтре. Данная система кулибинами разработана давным-давно. И в принципе она рабочая. Всю прошлую зиму я проездил на вот такой системе. Сначала у меня была паранитовая пробка, решил поставить металлическую. В принципе она отработала и показала себя только с лучшей стороны. На лето я её снимаю, потому что в принципе она там не нужна. На зиму устанавливаю обратно. Какой есть минус в этой системе? Нужно её контролировать самому. Нужно включать соответственно подогрев свечи. И нужно выключать подогрев свечи. Если у нас подогрев свечей в двигателе отключается и отключает ЭБУ по температуре двигателя 50-52 градуса, то вот эту штуку никто не помогает нам выключать. А выключать её должны мы. Как делает Гриша моторчик? Гриша моторчик выводит сигнальную лампочку показометр, который у нас стоит в панели, вшит штатно датчик воды. Через датчик воды подключает вот эту всю систему. У нас на панельке просто горит этот датчик воды, и мы знаем, что у нас подключена свеча накала. Но как делаю я? Я это всё вывел на другую кнопку и включаю перед тем, как поехать на 5-10 минут для того, чтобы подогрелась солярка. А почему я это сделал, а почему я это внедрил? Много кто из нас ездит на халявной солярке. Халявная солярка зимой, да даже и не халявная солярка зимой, лучше, конечно, её подогревать. Поэтому зимой как-то хапнул я горя, решил всё-таки это всё дело внедрить в автомобиль. В принципе, помогло. Всю прошлую зиму я проездил с этой свечой, включал когда надо, выключал когда надо. Здесь у нас всё подписано, куда что подключать, специально вот так вот всё подписал. Минус, плюс, минус, фильтр, плюс, минус. Рассказываю, зачем вот это нужно. Это реле времени 12-вольтовая, куплено оно на Алиэкспресс. В конце этого ролика будут его параметры и характеристики, которыми оно обладает. Самое главное, оно будет контролировать за меня время работы свечи накала. Я его просто-напросто внедрю в систему, подключу надлежащим образом и запрограммирую как надо. Вот это реле будет выполнять за меня работу по включению-выключению свечи накала в фильтре. Буду устанавливать на 5 минут, на 10 минут, там посмотрим уже по ситуации, разберёмся. Вот такие вот дела. Так что смотрим ролик дальше, будем устанавливать. А если есть вопросы к тому, где это приобрести и как, обращайтесь, ну или через меня, или там сразу напрямую. Гриша моторчик делает всю эту систему. Сколько рублей это всё будет стоить, Гриша вам сам расскажет. Если у кого-то есть свои собственные мозги или кто-то не хочет, например, тратиться на пересыл этого всего дела. Но это недорого, по-моему, рублей 250-300 будет стоить. Даже если от Гриша моторчика в любую часть нашей страны делает сам. Я сделал сам, потому что я люблю такими вещами заниматься. Многое, что я своими руками делаю и по электронике, и так, и по электрике буду внедрять в автомобиль. Хочу сказать следующее. Это колхоз. Я никому не рекомендую делать то же самое. Я просто показываю и рассказываю о том, что я делаю сам и что я внедряю в свой автомобиль сам. Мой канал является развлекательным информационным ресурсом. Это не означает, что вы должны делать то же самое. Да, я могу дать совет, но я никогда вам не порекомендую того... Но я не готов вам рекомендовать того, чего вы не хотите, или скажете потом, что я вам даю неправильные советы. Поэтому у вас есть своя голова на плечах, у меня есть своя голова на плечах. Делаем сами так, как хотим. И что хотим? Допиливаем, дорабатываем, переделываем, усовершенствуем, модернизируем. Все, смотрим и ждем следующего ролика, в котором будет рассказано и показано. Вся система в действии. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok